Внутри каждого человека сидит самый опасный из всех предателей. Сирен Киркегур. Работа любви. Сан-Андреас. Штат восходящего солнца и криминальных улиц. Здесь себя найдет каждый. Комфортные условия каждому, кто захочет проявить себя. С официальным данным, штат Сан-Андреас уничтожен техногенной катастрофой. Население штата мертво. А армия США при попытках устранить последствия катастрофы потеряла множество личного состава, после чего передала ликвидацию последствий неким сторонним подрядчикам. Это зона карантина, в которую не пускают никого. Или есть исключение. Черт, попери. После долгового скитания по городу я обнаружил небольшую базу. Люди, которые там были, называли это местово банком. Они занимались обменом валюты, скупкой или продажей разных вещей. Сейчас впервые вижу живого человека перед собой. Я только вчера с самолета спрыгнул. Что еще? Своих родственников. Кто у вас родственники? Еще своего брата старшего. Как его зовут? Сантина. Знакомое имя. Знакомое, правда? Да, фамилия его не Корвин, случайно? Да, мы те самые Корвин. Ага, понятно. Вы, наверное, браты, да, получается? Да, самый большой. Он еще жив? Да, вполне жив. И много ваших братьев тоже живы. Энза тоже? Да, вроде бы. О, господи. Что это такое? Это вампир. Это хитиновые такие монстры, да? Огромные. Покрытые хитином это вампиры. Они... Че? И они сосут кровь. Ну, я про них только в книжках читал. Ну, вот. Можно сказать, что это не... Красивые там, знаешь, люди, да, которые блестят, переливаются на свету. А это вот такие вот монстры хитиновые. Боже мой. Да, так остров кишит все этими тварями. О. Которыми вам уже теперь придется, так сказать, смириться и жить. А мне про это не рассказывали. О, как вам про это расскажут? Ну, да. Тогда вы сразу убежали, кому-то рассказали бы. А так вот вас провели, даже ножик дали, скорее всего. Потому что всем дают ножик, потому что это просто. Здравствуйте. О, Айзек, познакомься. Это брат Корвинов. Здравствуйте, у дома. Да, он ищет своих братьев. Тебе я примерно на место описала, где они находятся, но... Ну, прям сильные, я не знаю, вообще, как они идут. Ну, это хоть что-то уже. Так и муж, карту должны привыкнуть, а они там должны быть. Да-да, это примерно где-то в той или в той стороне. Да-да, это, да, примерно в той стороне. А там уже дальше поспрашиваем. Да я не думаю, что будет какая-то проблема отличий. Ну, я думаю, самое, что тяжелое я уже сделал. Прибыл сюда? Угу. Тогда не буду вас отвлекать, а могут... Недали нужную мне информацию. Дело за малым. Найти то место, где проживает мой брат. Но дело пошло совсем не по плану, и тот, кого я искал, нашел у меня сам. Томас? Черт побери. Господи, брат. Я нашел тебя. Ты выжил? Да прям как ты. Ну, мы, да, мы выжили. Ну, не все, к счастью. Или, к сожалению, не знаю. Да, наши... Там... Ну, что мы все доброго пострелывать на острове? Как и на бан. Я вас поздравляю, что вы нашли все-таки. Есть такая традиция, наверное, уже. Все, кто из нашей родни, вообще попадали первые. Куда попадали, это банк. Да, да, уже порой внутри складывается эта такая фраза, то что все пути ведут на банк. Ну, да. Сантина пришла на банк по личным делам, и тут подвергнулся я. Уже тогда я понимал, что с ним что-то не так. Остров изменил его. Брат, которого я знал, стал более угрыбным и молчаливым. Так, видя на свое новое место жительства, у меня было немного времени оклематься. Как оказалось, наш друг Хавьер тоже попал на этот остров. За время отдыха я встретил много разных людей, но то, что было дальше, в моих планах точно не было. Так, смотрите, у меня к вам предложение. Если вы на острове недавно, возможно, вы хотите какое-нибудь желание. Например, вернуться домой, иметь большую власть, или много-много таких динаров, или, как там их называют, гейзы, или баксы, или яхуй, знаете, чем кто-то расплачивает. Хотите что-нибудь такое? Не, достаточно того, что я со своей семьей тут нахожусь. То есть и бабок не хочет? Нет. Даже в машину? Даже в машину. Вообще ничего? Пока что ничего такого не хочу. Смотрите, у меня в кармане лежит пригласительная на ваши имена. Соответственно, ну, они же там не просто так появились. А это означает, что вы уже участники игры. Это означает, что игра уже нечестная. Следовательно, угадавшие игры. А никто не говорил, что она честная. Ну, логично. Так, ладно. Последний вопрос. Участвовать будете? Или? Да-да-да. Резня? А, будете? Участвовать? Или резня? Ну, уже ответили. Отлично. Так, а кто из вас? Какой-то нахе я читаю хуёво. Кто из вас нахе? Ну, слушай, я не знаю таких, кто у нас это читает хуёво. Ахабер, я? Да я говорю, читаю хуёво. Именно хе, чьё начинается? Моё говорю. А, о, где ты живы? Так, на, ты получается, томаты. Не томат. Помидорком. Да, да, помидорком. Помидорком. Хорошо. Так, объясню условия. Никому нельзя говорить. Поэтому я за вами слежу. Вот так. О чем говорить нельзя? О, о чем приглашении. О каком приглашении? О чем приглашении? Молодцы, вы мне нравитесь. Ну, я жираю. Чуть хорошего танцевать не мешает. Правильно. Хорошего не мешает ничего. Значит, научишься? Нет, не хочу. Не понял. Танцевать не хочу. Охуел. Шутить не хочет. Танцевать не хочет. На следующий день я выдался на то самое место приглашения участников игры Орлекинов. Хавьер уже был на месте. Я насчитал порядка 12 человек участников. А мы уже поиграли. Не наиграли? Понятно. Ну, здорово. Тальнейшие события повлияли на мою уставшуюся жизнь. Они посадили всех на буксир, который отвез нас на небольшой остров. Все было как кошмар. Я с трудом помню этот ужас, боль, крики, холод и что-то холодное стекало по моей гортанине. Там меня и убили. Субтитры создавал DimaTorzok Как мне сказал Хавьер, на том испытание релькинов не закончилось. И нужно было пройти еще несколько. Я особо не помню, что там было. Но что я точно помню, мы менялись. Слабость, перетумление, солнце сильно пекло. А смотреть на него было просто невозможно. Была сильная жажда. Хоть мы хорошо питались, мы все равно чувствовали голод. Как нам сказал Орлекин, он нас заразил смертельным вирусом. И чтобы избавиться от этого вируса, нам нужно выиграть эту игру. И вот нас уже ждало последнее испытание, где нам нужно было прийти на кладбище. Другие участники там тоже были. И они выглядели не лучше нас. Очень странно. А теперь здесь все странное, знаешь. Здесь все максимально странное. Здорово. Так что странное становится обычаем. Здорово. Блин, чай бы попили, я не знаю. Таблетки, я бы любил. Я тебя прошу, можешь много не пиздить? Просто одновал, что вытешить. А, клоуны прибежали. Ребят, клоуны пришли. Где? Где? Сзади он. Че такие невеселые? Сияй, наша звездочка, сияй. А, блин, кошка болит. Какие-то вы грустные. После того, как нас всех собрали, он огласил, что мы победили. И он сейчас все расскажет, для чего это все было. И тут он раскрыл свою маленькую тайну. Чего нахуй, блядь? Тех, кто смог лужить. Не переживай, Стефан, блядь. Стефан, не всегда был немножко Симонсой. Какого хуя? Ах ты брази. Тихо, 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 тихо. Вы все выживете, не бойся. В лишний раз, ну, не надо меня хлыстось. Все узнаете. Ибать, еще и кико, какого хуя творится, блядь. Нахова нас убивать, блядь. Да никто из вас не сдохнет, успокойся. Нету в тебе никакого вируса, и не умрешь ты через три дня, блядь. Клит, хлопочки, кровавый дождь. Блядь. 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 Не стоит. Не стоит. Не стоит. Не стоит называть. Блядь. Блядь. Ты тоже замешан в этом говори. Блядь. Блядь. Мы с сыром видели. Привет. Пожалуйста. Надеюсь, вы отдохнули, поэтому давайте пойдем далее наверх, чтобы приборку подниматься не особо удобно. Блядь. Слышь, блядь, что заходит? Нет. Все вы знаете. Так, соответственно, как я уже говорил вам ранее, никто из нас здесь присутствующих не желает вам зла, ничего плохого, даже несмотря на то, сколько слов могло звучать из ваших уст в нашу сторону. Они все обоснованы, мы на них не в обиде. Вы имеете полное право. Поскольку это было некое испытание ваше, мы присматривались к вам, оценивали то, как вы себя ведете в стрессовых ситуациях, какие решения вы принимаете и так далее. Собственно говоря, относительно вашего состояния и так далее. Это не вирус, это не какая-то болезнь, это дар, который был вам дан, поскольку вас избрали. В тот злосчастный день, когда вы ехали на баржу, вы все умерли. В смысле, блядь, умерли перед тобой с Жукловой. В буквальном смысле, вы все умерли и вам даровали жизнь повторно. Вторую, скажем так, дали возможность начать еще с чистого листа, заново. Иными словами, вы более не являетесь людьми в том понимании, к которому вы привыкли, а отныне вы вампиры. И то, что сейчас с вами рано смеяться, и то, что сейчас с вами происходит, как раз таки первые ваши шаги в вашем становлении. Те, кто мне не верит, могут обратить внимание на девушек, что с удовольствием продемонстрируют вам. Ебать, это что за поебу-то нахуй. Блядь, тишь, 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 тишь. Это типа в порядке вещей, блядь, да наху по вашему? Это в полном порядке вещей, не переживай. Ты освоишься, ты это все поймешь. Это твое... это твое будущее, мы знаем так, как бы это ни звучало. Забегая вперед, скажу, что... Да, это не болезнь, как вам сказали ранее, это адаптация вашего организма сейчас происходит. Это никакое не проклятие, это да. Отныне вам не страшны болезни. Отныне вам. Я клянусь перед вами, мой бликонк. 一樣,ils, Gospel Что буду защищать своими силами всех отмеченных. Отныне вам назови жизнь Клянусь перед вами жить и умереть, как отмеченный. Отныне вам тоже жить и умереть, как отмеченный. Отныне вам. Клянусь стремиться к священной цели, Отныне прерв będzie, как его статья но не к славе и почести. Клянусь выполнять распоряжения, которые будут поставлены. Да будет солнце моим свидетелем. Встаньте с колена и разденьтесь. Закрывайте глаза и поднимайте свой взор к солнцу. Дайте боли полностью опутать ваш разум. Отдайтесь ей полностью. Боль это всего лишь испытание. Ох, будет у вас еще огромное количество. Мы отмечены, мы сгораем живьем. Мы отмечены, мы сгораем живьем. Но в огне мы живем. Но в огне мы живем. Но в огне мы живем. Господи, моя боже. Томас Корвин тут? Тут. Смотри. Твоя наставница. Это Стэйси, ты ее знаешь? Твоя наставница. Твоя наставница. Твоя наставница. В рамках разумного я могу. Вот. Дальше. Мать у тебя сын у тебя. Твоя наставница. Фу, еха прикрою сонку. Фу. Фу. Не надо сниживать lle. Наказание. за нарушение вновь прервал свой кавал отпечаток и переведет я думал у них механики совсем другие я вам ответил то есть это вы настоящие да а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так вот, данный фильм является... Судьба снова сведет нас с тобой Да, да, думаю так, либо в этой жизни, либо в следующей сведет Да, там посмотрим, как говорится, пути Господне неисповедимы Все, давай Давай Томас, Томас, не забывай, ты лучший Хорошо, брат До свидания, ребятки Что ж, вот вы и лицезрели истории моего персонажа за полтора месяца игрой на расе вампиров Хочу всех поблагодарить за просмотр и всех, кто участвовал и помогал своим РП вносить контент для этого ролика Отдельная благодарность администрации сервера AfterDark за создание и поддерживание проекта в том виде, что он есть сейчас Еще услышимся!